Лето прошлого года. Не работали спортзалы, кафе, рестораны, кинотеатры. Большая часть предприятий и организаций на удаленке. Некоторые лишились работы. Сейчас ситуация по заболеваемости в регионе ухудшилась, но локдауна хотелось бы избежать. Об этом говорил сегодня председатель Краевого парламента. Однако, по его мнению, обязательные меры могут ввести. Я поддерживаю сегодня выступление моего коллеги Семенова Владимировича. Это моя точка зрения. Я за усиление, может быть, пока в начальной стадии, усиление информационной агитации, но, может быть, жестко заставлять пока не нужно, но усиление информационной агитации по прививочной кампании. От одной кампании к другой. Сегодня депутаты приняли постановление о назначении выборов депутатов Госдумы и АКЗС на 19 сентября. С сегодняшнего дня начинается по факту избирательный процесс. Для политических партий он начнется с момента проведения конференции, собраний, которые выдвинут кандидатов. Ну а для кандидатов-одномандантников с момента того, как они занесут документы в окружные избирательные комиссии. Депутаты приняли сегодня поправки в закон, чтобы избежать двойного толкования норм о расчете налогового патента. Сейчас на розничную торговлю он рассчитывается, исходя из общей площади объекта. Поправки предполагают расчеты с площади торгового зала. Раньше такую норму применяли при исчислении налога на вмененный доход. В сельском местности у нас есть предприниматели, они нам показали это оперативно, свои данные, где есть магазины бывшей конторы колхоза, да, скажем так. Контора большая, 500 квадратных метров, а площадь торгового зала 40 квадратных метров. Вот представьте, какая стоимость была бы для этих предпринимателей. А еще сегодня народные избранники расширили возможности детей-сирот на получение жилищных сертификатов. Теперь дата вступления в силу судебного решения о предоставлении квартиры не важна. Главное, чтобы оно просто было. Кстати, это была последняя сессия в этом политическом сезоне. Впереди у депутатов два месяца каникул. Татьяна Голубева, Дмитрий Денисов. День с толком.